Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это гайд, как установить две версии игры The Isle на ваш ПК. По многочисленным просьбам подписчиков я перезаписываю старый гайд, который уже есть на канале, но, к сожалению, он уже через раз работает, так как мы все знаем, в том году разработчики Legacy залезли в игру, залили для всех игроков неожиданное обновление, после чего у игроков, у которых были установлены и Legacy, и в Рима, они перестали работать. Ну что же, давайте начнем. Итак, для начала желательно, чтобы у вас в Steam была установлена первая версия игры, то есть The Isle Legacy. Если у вас стоит и в Рима, пожалуйста, откатите до версии Legacy. После того, как вы откатили игру до версии Legacy, заходите в ваш компьютер и ищите путь, где у вас установлен The Isle. В моем случае это Steam Games, папка Steam Apps, Common, и вот здесь у вас будет ваша папочка The Isle. Смотрите, далее, что вам нужно. Проходим по этой папке The Isle. Вот это все полностью мы берем, копируем, и дальше в этой же папке Common создаем папочку Legacy. Вот как у меня. Сразу же можете ее переименовать, проходите по ней, и все те файлы, что вы скачали с первой папки The Isle, вы полностью все сюда вставляете. Далее. Когда у вас все файлы перекинулись, вам нужно будет скачать файл, который закреплен в описании под этим видео. Я его специально поместил на Яндекс.Диско.Воблако. Этот файл отвечает, чтобы у вас не было конфликтов между двух игр, когда вы установите вторую версию игры Evrima. Скачиваете этот файл, который я загрузил в облако, и далее вы его просто загружаете в ту папку, которую вы создали. То есть это The Isle Legacy. Смотрите, не перепутайте. Проходим по The Isle Legacy. Путь папки The Isle, Pineris, PIN64. И сюда его вставляете. То есть вот он файл Steam.Abit. Далее. После всех проделанных манипуляций мы заходим в свой Steam, в свою библиотеку. И здесь нам нужно добавить стороннюю игру. В нашем случае это Legacy, которую мы сделали в новой папке. Нажимаем «Добавить игру», «Добавить стороннюю игру». И здесь нажимаем «Обзор». Ищем тот путь, где у нас установлен The Isle Legacy. У вас может быть либо на диске C, у меня на диске D установлен Steam. Идем. Steam Apps, Common. Вот он наш The Isle Legacy. Мы проходим по этой папке. Заходим. The Isle, Pineris, PIN64. И вот этот клиент мы вставляем. Далее. Мы ставим галку здесь «Добавить выбранное». Все. У вас должна появиться вот здесь вот вторая The Isle. Я ее переименовал. Там, когда я скачал, она называлась точно так же, как тот файл запуска в Steam клиента. Вы можете просто сразу нажать «Свойства» на этот файл. И вот здесь переименовать себе для удобства The Isle Legacy. Далее. Теперь как же нам установить вторую версию игры. The Isle Legacy. Первую папку, которую мы с вами сделали, вставили файл. Вот она. Здесь у вас будет стоять основная игра. The Isle. В моем случае уже установлена Evrim. Просто правой кнопкой мыши «Свойства» в этой версии. И откатываем до Evrim. Когда у вас установится Evrim, можете спокойно играть в две игры одновременно. Как вы можете видеть, у меня есть The Isle Legacy и The Isle Evrim. Давайте в нашем случае, для удобства, если вы хотите, чтобы эти две игры были у вас на рабочем столе, эти ярлычки, вы можете также пройти в диск D, где у вас установлена игра. Steam Games, Steam Apps, Common. Вот это вот у вас The Isle Legacy, а это будет Evrim. То есть, допустим, Evrim. The Isle, Binaries, Win64. И вот этот клиент можете сюда скопировать, перенести, переименовать его. Это будет Evrim. И также The Isle Legacy. Папка Common, The Isle Legacy, The Isle, Binaries, Win64. И тот же файл клиент Steam. Переносите сюда, переименовываете его. Либо, как вам будет удобнее, можете запускать аккаунты Steam. Надеюсь, что я объяснил понятно и ясно. Давайте сейчас сразу же вам покажу, что обе игры полностью у меня функционируют. Итак, мы находимся в The Isle Legacy. Давайте я вам сразу покажу, что все сервера ищут. Можно спокойно зайти в игру без всяких проблем. Итак, пожалуйста, мы в Legacy. Все прекрасно работает, все хорошо. Теперь мы запускаем Isle Evrim. Также давайте проверим, работает ли и функционирует игра. Как мы видим, все полностью работает. Isle Evrim также запускается. Ну что же, я надеюсь, данный гайд вам понравился. И вы с легкостью сможете в нем разобраться. Обязательно ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео, стримы и новые гайды. Будут какие-то вопросы, пиши в комментариях. Я постараюсь на них вам ответить. Всем хорошего желания в мире Isle.